подходим к манжелки всем привет всем привет мои хорошие добралась я до манжелки сегодня воскресенье 17 у нас октябрь все станция высоте 300 он самолет летит видно нет не видно не снимала начала пути во первых потому что сегодня старт очень тяжело удался во вторых потому что я этот путь уже снимала и не стала повторяться терять время стартовали мы с ту юксу салеп лагеря с высоты 2 600 в 8 часов 15 минут сейчас 10 часов мы набрали 500 метров за два часа сейчас час 50 это прекрасно в команде одни лоси одни лоси уже давно вон они они где беседка на привале домой так не бегала с рюкзаком кайф такой ой скалы блин почему чичи сейчас попью чай съем сникерс надеюсь придут силы а наша цель сегодняшняя дойти до пика малыш не знаю дойду нет пик малыш высота 3800 то есть нам еще набрать 700 метров капец ладно попробую если что назад верну еще на станции манжелки сейчас пойдем через станцию т1 солнце светит яркая пришлось уже кремом мазаться очки доставать но и морозно на медео сегодня было утром я приехала до 650 было 4 градуса всего и ледяной ветер дул сейчас здесь тоже ветер холодный но солнце на солнце как бы это скрашивает все сейчас отдыхаем наша команда не двигаемся дальше надеюсь что то будет видно потому что я в очках вообще все засвечивает красоты здесь неимоверные просто неимоверные красоты все ускоряюсь вот со станции манжелки мы поднимаемся станция т1 находится на высоте 3400 до нее надо дожить вон она станция манжелки сверху такое ощущение что до станции т1 только дойду очень плохо дышится очень плохо уже на высоте 3200 еще есть одна девушка тоже претендент спуститься красивые скалы боже мой ладно пойдем еще 200 метров набрать до станции т1 мы уже отпустили группу остались вдвоем попытаемся дойти до т1 это дорогого туда уходит очень тяжело дается тяжело дышать и спать хочется просто вот кажется что сейчас вот лягу в снег и усну ладно пойдем дальше шли мы шли и решили что надо посидеть отдохнуть сидим пьем чай чуть-чуть кушаем такой обрыв сзади куда классно тут такая тишина сейчас покажу что я ем слева бутерброд и здесь у меня еще орехи орехи из шоколада и чай у меня с собой с травами сейчас отдохнем как следует потом продолжим путь наши уже завернули за этот бугор поели стартанули уже нифига нам не легче идем задыхаемся в обе может все таки до станции т1 хотя бы дойдем а то уж прям совсем обидно будет бывает я не расстраиваюсь у меня такое было когда я на фурмановку не поднялась вот тогда я расстроилась а сейчас нет и еще жарко стало сильно а я что-то нарядилась вон видно нет штаны теплые зимние снизу еще термобелье ой там штанах можно цыплят усиживать держите меня семеро еще один лось пошел они тут табунами ходят лосяры а мы ближе к ледникам подошли уже и вот ребята сказали что уже за поворотом здесь будет станция вот эта т1 вот эти вот лишайники такие красивые я давайте сейчас приближу наверное очень красивые ладно пойду повернули вот за вот эту вот скалу и уходят две дороги одна идет вот туда одна идет вот туда куда вот лось попер вот этот последний вот тут такие это что ледники да ребята это ледник такой как сказать я даже слов не могу подобрать так сейчас я дойду до указателя и посмотрю где станция т1 охереть у меня нет слов других просто простите ладно пойду к указателю короче вот станция т1 нам еще 300 метров осталось это да вон туда вот ближе к этому леднику ох какие то будут еще 300 метров по времени сейчас двенадцать тридцать со станции этой манжелки мы стартовали в десять пятнадцать то есть вы представляете два часа нам потребовалось чтобы набрать пятьсот метров от лагеря туэксу до манжелки и сейчас нам два часа потребовалось чтобы подняться набрать вот эти триста метров конечно сегодня ни о каких еще четырех стах метрах речи быть не может естественно так а чё тут на втором ну вот до альп лагеря туэксу пять и девять километров то есть вот пять и девять километров мы уже прошли а ну смотрите-ка и по времени даже совпадает да три пятьдесят у нас четыре часа ушло ну тогда мы это нормальные еще ребята а наши интересно куда пошли туда пик малыш хрена себе малыш красиво глаз не отвести просто не отвести глаз уже сколько несколько раз меня сюда не пускала погода то больная нога то ливень под который я попала на манжелки и вот наконец-то хотя бы до станции Т1 все поднимаемся триста метров тут осталось метров двести короче девочке плохо она там сидит за камнями ее рвет напоила ее крепким не крепким сладким чаем аспирин дала что-то хорошо женщина гид проходила подсказала про аспирин я что-то не сообразила я вот сейчас думаю она говорит сходите чуть же осталось а я вот думаю оставить ее страшно что-то и туда и сюда мечусь ужасная ситуация это горная болезнь горнышечка ах а как красиво не ну нахер я ее не буду оставлять короче вот он ледник Туэксу все замечательно пойду и девчонку выводить отсюда мы спускаемся все хорошо девочки легче смотрите какая прелесть камень покрыт вот таким лишайником ой какая прелесть очуметь как будто какое-то морское животное лежит классные они где такие здесь я уже нафотографировала прощаемся с ледниками и ничего страшного что я не дошла двести метров я еще приду все идем дальше и все еще спускаемся кто прокричал кто-то прокричал где-то кто-то прокричал где-то то ли какая-то горная коза то ли где-то люди спускаются орут ну такой звук как будто вот козел горный орет или это люди где-то орут непонятно короче спускаемся мы еще вот плотина уже она рядом сейчас там сядем попьем чай все у нас хорошо пока мы все еще спускаемся там на муджелке посидели чай попили и пошли дальше не торопимся потихоньку поглядываемся вокруг на вот эти скалы шикарные вон они сзади меня огроменные красотища настолько все монументально сколько хожу столько и восторгаюсь шикарно спускаться нам еще прилично мы где-то наверное еще часа полтора до Чамбулака будем идти дорога такая вот камни 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 ладно пошли мы дальше уже покидаем мы это место мы почти спустились к мемориалу погибшим альпинистам сейчас мы туда зайдем потому что мы не спешим вот я покажу позвоним в колокол но пока ворота Туэксу красавцы какие бастионы тут ах шикаризма ладно я дальше вот мы спустились к мемориалу сейчас наконец-то я вам его покажу а вот этого не было оставили когда успели уже кто-то смотрит калина одно начало болеть суппорт надела по дороге вон он куликал кошмар как много табличек видите все по камням по камням вот там вот одна табличка интересная тут есть еще с вели с года с рапортовалась с войны тут же у нас стрелков готовили горных горных вот столько табличек там дальше тоже есть сейчас в колокол позвоним вот так вот так все завершили мы свое путешествие сегодняшнее на Ченбулаке вот он Ченбулак сейчас зайдем в цивилизованный туалет и потом либо на такси либо как-то на автобусе уже будем спускаться до Мидео наверное вот сюда пойдем ну в общем все всем пока не болейте